Сегодня хоронили дорогую нашу семья Аллочку, с которой мы познакомились, как только переехали молодые зеленые на поселок Котовского, жили у отца Николая при храме Владимирском. И отец Иоанн Сулика нас познакомил, и вот мы так долгое время очень тесно, хорошо общались, светлейшей души человек, потом онкоболезнь, вот это все началось, ужас это. И вот 11 лет промучилась химией, вот эти все дела, и 21 января скончалась, мирно, спокойно, в постели, насколько я знаю, после химии, кажется. И сегодня отпевали на холоде, что-то там родственники как-то не захотели в храме отпевать почему-то, не знаю, но на холоде отпели, отпели как положено. И, конечно, вот это памятное такое видео про Аллочку, но что я хотела сказать, когда мы пошли на кладбище, ребята, и когда не можем пройти сквозь могилы, потому что люди ограждаются даже после смерти друг от друга. И вот эти вот железные оградки, вот такие улочки, да, невозможно гроб пронести, невозможно пройти, цепляется. И вопрос вообще, ну что это за культура, ну что с нами случилось, а зачем эти вот эти железа? Понятно, что это похоронный бизнес, люди, которые на кладбищах работают, пытаются втюхать хоть какие-то услуги, чтобы заработать денег, но это катастрофа. Это настолько вообще как-то, даже после смерти друг от друга пытаются как-то оградиться. Всех выравнивают в кладбище, всех, богатых и бедных, все, под нулевой уровень, земля, все. Не, надо вот наставить, вот это, чтобы потом где-то упасть, подсказнуться, на какой-то штырь наштряхнуться. В общем, видео памятное про Аллочку, царствие небесное и дорогой нашей. Ценить надо жизнь. Пускай, знаете, кто-то скажет, зачем ты это снимаешь, зачем ты показываешь похороны, вот это все. Друзья, это наше будущее, мы должны об этом думать каждый божий день. И вся эта память нас остановит от грехов, от зависти, от глупости, от сплетень, от уныния, от гордости. Все это такое хорошее лекарство, такая пилюля, такая жирная. Вот, ну и плюс вот это, может как-то видео повлияет на то, чтобы люди не ставили эти оградки, а вообще лучше поубирали железо, направили где-то на что-то, не знаю, что-то положительное, не знаю. Но на кладбище это бред. Человек должен пройтись, могилки увидеть, красиво, чтобы это лежало всем. И пускай эта история, конечно, станет нам немножко такой, знаете, ботанизирующей таблеткой. Царство небесное Аллочки. Я муж в рейсе, сын в рейсе, два успели прилететь. Вот, так что-то и дело. Я муж в рейсе, сын в рейсе, сын в рейсе. Я муж в рейсе, сын в рейсе, сын в рейсе.